Сегодняшняя тема. Например, на «Ашаны». Область уже не наша юрисдикция. Другой субъект федерации. А что мешает? Ведь закон о защите потребителей федеральный? Схема нашей работы такова, если, допустим, человек купил колбасу, принес домой и ему показалось, что она не надлежащего качества, то он пишет нам заявление. Можно принести его лично, можно отправить по электронной почте. На нашем сайте есть раздел «Отправить жалобу». Наши эксперты отправляются в тот магазин, на который была жалоба, берут образец именно с той датой выработки, на которую человек пожаловался, доставляют его в лабораторию. Так вот, в областных магазинах мы не имеем права брать товар на экспертизу. На что обращать внимание при выборе товара в магазине, читайте здесь, а прямо у жалобщика взять? Нет, потому что уже были случаи, когда потребители сами что-то привносили в образец. Или нечаянно, или нарочно. К сожалению, уже лет 5-6 существует понятие «потребительский терроризм». Есть люди, которые этим живут. Например, купят какой-нибудь молочный продукт, потом неделю подождут, идут в магазин, покупают аналогичный товар, а потом начинают жаловаться, вот, вы продали товар, а он уже давно просрочен. Чтобы быть объективными, образцы от потребителей мы все же не берем. Допустим, ваше исследование выявило неудовлетворительное качество. С вашим заключением можно идти в суд? Да, но обычно люди в суд не идут. Это время, издержки. По закону о защите прав потребителей они могут обращаться в торгующую организацию и решать споры в досудебном порядке. Как правило, так и происходит. Торговые организации города нас хорошо знают, поэтому обычно с нашей экспертизой соглашаются. А если все таки не соглашаются? Сами мы обращаться в суд неуполномочены. По закону, в суд могут подать сам покупатель, его адвокат и общество защиты прав потребителей. Но наших экспертиз для суда достаточно. Много людей к вам приходило в этом году? Три с половиной тысячи. В основном, жаловались на обувь, затем на продукты питания, средства связи и электробытовую технику. Предупредите сразу, с какими жалобами к вам не стоит обращаться. На ЖКХ, на медучреждения, на текстильные и меховые изделия. А еще у нас нет, библиотеки запахов, поэтому парфюмерию мы можем проверить только на химсостав. А на подлинность аромата, не можем. Куда обращаться с жалобами на медучреждения, узнайте здесь, все. У кого есть, горячие линии, говорят, что много звонков бывает не по делу. Просто чтобы поговорить, да. Но большинство с чистой совестью ищет правды. Например, недавно звонила какая-то бабушка и жаловалась, что увидела рекламу и купила деду трусы для восстановления потенции. Две недели прошло, а результата нет. Нашему консультанту пришлось искать слова. Нашла. Судя по тому, что звонков больше не было, нашла. А, допустим, может к вам прийти владелец магазина и заказать проверку товара, который ему предлагают продавать. Может и продавец, и производитель. Для торговли это называется входной контроль, для производителя – производственный. Но для них услуга будет платная. У нас есть договоры и с производителями, и с магазинами. Правда, пока с магазинами только сетевыми, а производителями – крупными. Малый бизнес к нам не обращается, а между тем качество продуктов питания с каждым годом ухудшается. В Питере есть свои производители, которые выпускают фальсификат. Фальсификат. Что такое фальсификат? Такой товар, у которого на этикетке написано одно, а внутри находится другое. Или не в том количестве, как написано на этикетке. Например, соевый белок в колбасе, растительные жиры, сливочном, масле. Это случай самый страшный, когда производитель преднамеренно совершает замену сырья и обманывает и магазин, и покупателя. Так вот, и в магазин, и на производство могут поставить некачественные продукты, и их надо будет возвращать. Для этого надо доказать, что продукт некачественный. Вот как раз сегодня наши специалисты поехали к одному предпринимателю, к нему из Краснодарского края приехало 15 тонн некачественных томатов. Он заказал у нас экспертизу. Давно идут разговоры, что малый торговый бизнес в Петербурге, возможно, умрет. Очень бы не хотелось, чтобы он умер. От него есть огромная польза, он спасает от закрытия небольшие предприятия, которые не могут попасть в сети. Я, например, сам покупаю в одном магазинчике замороженные рыбные полуфабрикаты из Карелии. В сети мне попасть, потому что срок хранения не очень большой. А вкус прекрасный. Малый бизнес может производить хорошие продукты. Я только очень хочу дать им совет, организовать службу качества. Это всех касается и цехов, и магазинов. Раньше она у всех была, а теперь в малом бизнесе ее ни у кого не осталось. Они сами от этого и страдают. Они скажут, что денег нет. Тогда пусть объединяются и нанимают одного специалиста на несколько предприятий. Затраты окупятся. А то ведь все старые правила забыли. Наличие некачественного товара в магазине – это вообще целая система ошибок, начиная от контроля товара при приемке, соблюдении, холодильных цепочек, и заканчивая выкладкой. Например, рыбу с сыром могут в одном холодильнике хранить. А к нам потом приходят люди и жалобы пишут, сыр с селедкой пахнет. Или, разморозили килограмм рыбы, веса осталось полкила. А как иначе, если эту рыбу несколько раз замораживали и размораживали? А что покупателю делать? Сразу нам сообщать. Сохранить товар и упаковку. И больше там не покупать. Сайт Центра контроля качества товаров, продукции, работы, услуг, quality.spb.ru Телефоны «Горячей линии» по жалобам потребителей – 274, 12, 37 и 274, 12, 41. Алексей Крылов, город 812. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова